У нас кошка подгорела. Посмотрите. Миша Ермаков смеялся. Значит, говорит, не покрасьте сметану в Новый год. Как она в сугробе находится, вообще непонятно. Если глаза закроет. Нет сметаны в сугробе. Теперь все исправлено. Смотрите, мне кажется, она подгорела от печки. Пятнище желтое. Ну как можно-то так, сметану не подумавши-то, а? Сгорит ведь кот-то, ведь мы не заметим, а? Вот такое вот пятнище. Как вы думаете, подгорела или испачкалась? Можете постирать, постирать сметану в дом. Да и все, вредитель такого. Хорошая. Все, пошли гулять. У нас тут блестящие сугробы всякие. Вот. Вот наш дом. Ах, прок. Пошли с вами сюда. Солнце. Последний ручек. Мы вышли уже гулять. Ну давайте зайдем к вам. Куряны. Куряны. Две альбоми. Петух красавица у нас. Вот, друзья, посмотрите, к чему ведет ненависть к кошкам. К чему она ведет, знаете? К проблемам в семье. Да, потому что кто-то выставил миску кошачью сюда, и посмотрите, сколько следов птичьих все это сожрали, растащили птицы, которые несут в себе колоссальную угрозу для наших питомцев. Ничего подобного, Леночка, я тебя расстрою. Я проконтролировал, чтобы все съели непосредственно твои кошки. Ну тогда птицы съели котов, видимо, потому что котов не видно, а следов полно. Однако, всем здравствуйте. Прекрасная, прекрасная погода с Рождеством, товарищи. Седьмое сегодня января. Что? Правильно. Ря. И эту прекрасную погоду я не могу не запечатлеть на видео. Вы чувствуете, седьмое января, а весной пахнет. Как только в глаз засветило солнце, тут же хочется жить снова и снова, заводить птицу, индюков. И, что бы вы думали еще делать, убирать теплицу. В конце концов, вы смотрите, седьмое января. У меня еще тут конь не валялся. Друзья, теплицу мы разгребаем периодически, понимаете? Но, так как мне лень сейчас за лопату хвататься. Ну и вообще, я сейчас это делать не буду, я просто покажу вам. А покажу я вам следующее. Когда вы спрашиваете, хорошо ли иметь теплицу для птиц, вот если у вас такая, такого размера теплица, и именно в такой день, в один из 365 дней в году, зимой у вас будет вот такая вот температура. На улице солнце и в теплице, конечно же, в поликарбонатной плюс 10, видите, да? Плюс 10 градусов. Хотя на улице минус 8. И вот здесь сейчас птице вашей было бы просто рай на земле, да? Классно, супер. Она может и порыться, поискать тут что-нибудь и так далее. Пришла по другой причине. Хочу сказать, что если вы хотите в теплице в такой содержать птицу зимой, то имейте в виду, у них должно быть закуток, который будет как-то отапливаться, может быть греющим кабелем, может быть теплый пол, может быть теплый пол на потолке, там что-нибудь еще, что угодно. Но ночью здесь реально дубак. Дубак, товарищи, страшный. И поэтому думать о том, что птицам будет комфортно в теплице, вот в такой, в маленьком количестве, нет. Только в большом. Поэтому идем в мою теплицу, в которой в большом количестве птичка. И я вам кое-что еще покажу. Хочу сделать для вас ежедневник. Это видео будет в первый день. Завтра мы с вами сходим еще в один уголок нашего хозяйства, а потом в еще один, а потом еще в один. Уголков полно. Попробуем такой формат. Ну, конечно, если дверь открыть не в ту сторону, она не будет открываться. Здесь, за счет того, что у нас есть утепление по всему периметру поверхности теплицы, кроме торцов, у нас с вами здесь гораздо более темнее и влажнее и жарче. Вот здесь прямо жарко. Мой изолятор. Ага, курица открыла глаз. Молодец. Короче, это те самые эллигорные, которых обижают. Не нужно с ними что-то сделать. Мои зайки поправляются вот здесь, а те, кто их обижает, живут напротив. О, сдвинули даже гнездо. Здесь я объединяю сейчас два петуха. Такие здесь терки. Мама, не горюй. Вот там у них, видите, яйца лежат. Кто там мимо снесся. И вот с этой стороны у нас все хорошо с подстилкой. Вы сами видите, да? Смотрите, какая хорошая. Да? Никаких претензий. О, подстилка в курятничке зимой. Ну, блаженство же, ну, скажите. Она не новая, но и не старая. А вон еще яйцо, да? А чего мимо гнезда-то все, девки? Такого за вами не водится обычно. А знаете почему? Потому что здесь теплый пол. Видео в углу экрана. Не забывайте, что все не просто так. Если вы что-то видите и не можете дать этому объяснение, есть тому причины. Все верно. Здесь теплый пол. Он расположен вот так, с середины. И вот здесь. Но этого хватает, чтобы, в принципе, переворачивающаяся, перемешивающаяся курами подстилка была достаточно чисто. Вот второй петух. Что на нем? На нем, ребята, очки. Это очки не от солнца, как вы понимаете. Это очки от свинского и скотского поведения двух петухов, которых пытаешься объединить. Вот эти очки, они, конечно, помогают. Но они, к сожалению, влияют также и на оплот, товарищи. Потому что петух курицу впрямую не видит. Все делает на ощупь. Один раз получится, два не получится. И вот так и живем. Здесь же, как вы видите, подстилка сырая, потому что здесь нет теплого пола. Вот она какая. Видите? Вот такая. Ну, не айс, правда? Но тоже еще куда не шло. И здесь раньше сидели. Кто у нас здесь раньше сидел-то? У нас здесь раньше сидели... Кого, мать, перевели, я уже забыла. А, вот эти товарищи и сидели. Точно. Мы их перекинули на более тепленькое, сухое место. А это сырое. Будем заново вычищать и перемешивать опилки с агростражем. Засыпать сюда. Агростраж даст возможность нам подольше пользоваться опилками. В калошах, в красивых, сюда не ходить. Ну, спасибо. Ну, спасибо. Ох, яйца, яйца. Смотри, опять раскидали все. Очень сложно сохранить какую-либо подстилку в птичнике из теплицы. Ребята, сухой. Почему? Во-первых, потому что самая большая здесь проблема – это конденсат. Не такой холод, как конденсат. Если куры сидят на полках тяжелые, все они стаптывают в эту плиту, говноплиту, как вы помните, и очень все фигово получается с подстилкой. Хоть каждый день подсыпай, и все равно это влажность. В данном случае у нас отбойники скатываются по стенам вниз, но бывает, что и не вниз. Бывает, что они забьют подстилкой вот это вот расстояние между этим отбойником и стеной, и все попадает все равно на подстилку. Если вниз, то получается, что в любом случае у вас здесь при открытом грунте существует большая-большая влажность, которую подсасывает эта теплица. Пол здесь не промерзает, поэтому с боков сюда все равно точка росы получается вот так наискосок от борта, как вы понимаете. И все равно здесь вполне охонько влажности. Засыпаем эту теплицу по возможности снегом, но все равно так хорошо не получается. Пошли на улицу. Ну вот так выглядит наша теплица. Вот с этой стороны, видите, по максимуму мы засыпаем снегом. Если вы видите, то здесь тоже при определенном раскладе ледяная корка образуется с сосульками, да, Плюшка? Да. С сосульками. Так, снег не спускай от теплицы подальше. Стой. Точно. Будешь лизать-то? Нет. Ты уже большая? Ага. Для таких вещей. Ну все. И видите, сверху лежит снег. Как понимаете, снег – это тоже отличный утеплитель. Поэтому вот в таком формате птицы могут существовать. Но тогда мы не говорим с вами о таком формате солнца. Если мы говорим о формате солнца, ура, они бегают там все, в купальных костюмах загорают и в очках, то нет, товарищи, вот в этом птичнике, если бы это был птичник. Во-первых, птицы надо забить в два раза больше по площади и по объему. А во-вторых, здесь будет колоссальная влажность, сырой пол. И должно быть много кур, чтобы было достаточно тепло. Вот что я сегодня рассказала вам по поводу птичников в виде теплиц, арочных. Нужно использовать арочную теплицу в виде птичника? Нет, не нужно. Если очень хочется, то можно. Но если есть другие варианты, то лучше выбрать другие варианты. У нас была старая арочная теплица, и мы использовали ее как птичник. Но там куча-куча всяких приспособленных воротов. Смотрите обязательно прикрепленные внизу этого видео другие ссылки. Там мы подробно рассказываем о том, как подготавливаем наш теплица-птичник к зимнему периоду. Летом без укровного материала ваша птичка зажарится в теплице. Поверьте на слово. Я лев. Чёрный лев. Я тельфин, я акула, я баракуда. Снегопароход. 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 Ну что, как у вас дела? Мы немножко поиграли с ребенком. В сугробе. Спустили в вашу сугробу, не будете ругаться? Ну, конечно. Да ладно, не гоните. Как разгоню. Так. Вот, ну, скажите, что я не права, и что это не бульбулятор, а? Ну, как это еще назвать? Красиво, скажи. Булькает же. О, бульбулятор. Гравицапа еще, можно сказать. Или как там я? Но сейчас еще не такая высокая, бывало и повыше. Называется барбатаж, если правильно. Пробую, испытываю, испытываю. Сейчас буду в параллели делать клюквенную наливку. Постараюсь вам показать. Записать рецептик, как я делаю. Потому что, как Елена Викторовна скажет, это один из самых вкусных напитков нашего производства. Точно, точно. Покажи, Глюк, какая красивая. Я в этих сапогах была в курятнике. Вот сейчас вы услышите ор. Красота, да? Все натурпродукт. Натурпродукт. Еле-еле добыли мы этот натурпродукт. Но все-таки добыли. Все, не отвлекайте. Пока. Пока. Что значит пока? Я что-то не поняла. Вы поняли вообще, что это за пока-то? А где? А, на пасторан. Другое дело. Фу, аж отлегло. Видите, колокольчик. Всем пока. На пасторан. Пишите в комментариях. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok